Всем привет! Давайте сделаем такую штуку, которая у нас будет показывать при дамаге на персонажа какие-то видимости, какое-то действие. Это у нас будет постпроцесс, который будет накладываться по сути на экран самого персонажа. И сделаем, давайте, отдельную папочку. Назовем ее постпроцесс. Войдем в нее и создадим материал. Так и назовем. Давайте постпроцесс, PP, то есть будет две буковки. И damage. Так. Зайдем в него. Но предварительно. Пока его оставим, давайте в покое. И зайдем в персонаж. Это у меня персонаж. Заходим в него. Теперь нам надо сам включить постпроцесс в нашем персонаже. Для этого мы добавляем компонент постпроцесс. Можно его называть давайте постпроцесс damage. Чтобы мы знали, что это такое. Так. И здесь мы будем уже выбирать определенное значение. Но это чуть позже. Вот нам нужен rendering filters постпроцесс материал. и вот array нажать сюда плюсик и выбрать reference, который мы сейчас будем создавать. В данном случае это pp damage, который мы назвали. Все, мы его подключили. Можно compile, save. Все. Персонажа можно закрывать. Давайте теперь приступим все-таки к материалу. Чтобы настроить правильно материал, нам нужно нажать на саму ноду материала и выбрать material domain postprocess. у нас сейчас вот такой черный экран и появляется emissive color. Чтобы все настраивать, нам нужно будет соединить определенный параметр, который мы сейчас тоже будем создавать. Но пока сделаем так. Смотрите, берем сцен текстур и здесь вот за место сцен cover мы выбираем постпроцесс input 0 либо и так далее. То есть input 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там уже не важно. Из cover мы вытаскиваем ноду mask для того, чтобы подавать все цвета. Для этого RGB, то есть красный, зеленый и синий, мы должны включить. Вот. Mask должен быть вот такой RGB. Далее мы нажимаем на буковку L, тыкаем на нашем рабочем поле, у нас появляется lerp. Но можно и написать здесь lerp и выбрать. Далее мы подсоединим это все emissive cover. Вот у нас вот такая вот белая засвеченная тень получается. Но чтобы все это корректно работало, давайте во-первых введем текстуры, которые мы будем как раз таки накладывать. На рабочем столе у меня где-то есть несколько изображений. Вот они. Это у нас кровь размазанная по экрану, допустим для дамага. И для следующего вида там скажем я еще вот такое вот затенение сделал какое-то это допустим тоже можно использовать не при дамаге допустим а при если человек там как-то себя плохо чувствует там что-нибудь затемнение у него в глазах происходит теперь мы сюда давайте перетащим как раз таки ту текстуру допустим вот эту кровь rgb мы подсоединим на bet видите она накладывается потихонечку но нам нужно еще подсоединить такую ноду как screen align uvs здесь здесь есть три выхода это x 100% y 100% он у нас расширяет эту текстуру на экран по y на 100 и по x на 100 можно подключить так можно подключить если у нас какие-то определенные нюансы по scale и так далее ну давайте подсоедим чтобы он полностью на экран накладывал корректно далее мы должны соединить кнопочкой multiply буковка m нажимаем и ставим на рабочем столе и далее мы multiply подключаем на альфу и видите у нас уже что-то появляется но для того чтобы регулировать вот это наложение нам нужно будет такую штуку очень интересную мы еще ни разу не делали это у нас получается material параметр collection хорошая вещь потому что вы можете одним параметром давайте это назовем просто material параметр на collection просто стерем давайте окей вот просто будет material параметр зайдем в него здесь можно создавать векторные параметры и скалярные параметры в данном случае мы создадим скалярный параметр и параметр name мы создадим свой свое имя давайте это будет damage также можно еще несколько различных параметров создавать несколько различных параметров создавать и использовать их в разных материалах то есть вы одним параметром можете регулировать в нескольких материалах допустим какие-то значения чтобы нам вызвать этот параметр мы набираем collection параметр далее мы выбираем наш параметр это у нас damage кстати из-за того что мы выбрали материал параметр он сразу сюда встал если нет то выбираете сам материал параметр и ставите далее выбираете имя параметра в данном случае у нас damage и подсоединяете на B все у нас потухло потому что в самом default value у нас стоит нолик то есть это выключенный параметр на ноль сохраняем можно закрывать и материал у нас уже готов тоже мы сохраняем применяем персонажи на постпроцессе мы уже применили его теперь создадим функцию которая у нас как раз таки будет показывать эта видимость в данном случае мы можем сделать вот на такой штуке это допустим какой-то лазер который будет наносить персонажу получается урон так это можете не смотреть это просто цвет лазера здесь показывается вот лазер и у нас допустим есть бокс коллижен на которой мы будем проверять соприкосновения с персонажем давайте возьмем add event add компонент begin overlap и проверим проходит ли персонаж под ним так скажем точнее мимо него на него если да то соответственно мы должны либо сделать каст на персонажа чтобы вытащить какие-то значения допустим дамаг и так далее да допустим давайте касту first person чай ректора потому что это у меня от первого лица можем кстати нажать вот сюда и конверт и пер каст для того чтобы не подключать его где-то здесь и вытащить соответственно из персонажа все необходимые его переменные в данном случае у меня ее нету но давайте делаем tp параметр float compile сотни ну соответственно у меня в персонажа также нету функции которые обрабатывают жизнь и так далее но это не важно мы должны сейчас вывести внешнее отображение то есть давайте сделаем так если ну давайте быстренько сделаем функцию которая как раз таки будет у нас наносить дамаг пусть будет дамаг давайте сразу быстренько брэнч проверяем жизнь у нас больше нуля если да то выполняем если если true далее мы делаем так давайте еще один брэнч сделаем передачу на дэмэдж на дэмэдж нажимаем давайте обзовем это is damage мы проверяем это дамаг или да или нет булиновская переменная если это дамаг то мы берем наши хп минусуем так я не то нажал минусуем float float и записываем наше хп получается вот допустим да и давайте сразу вот это значение которое мы будем вычитать это у нас как раз таки давайте обзовем его to хп то есть это вот то значение которое мы должны отнять или прибавить но сейчас мы как раз таки будем это делать сюда мы будем плюс создавать это мы копируем так и это мы тоже подключаем в это же значение а а ну да еще чуть не забыл вот здесь необходимо сделать клэмп для того чтобы мы не ушли за границу допустим максимальный у нас хп будет 100 и сюда мы кстати клэмп тоже должны скопировать минимальное значение 0 максимальное 100 так теперь ну все дамаг у нас по сути готов хотя бы то есть мы значение можем принимать давайте еще print string и подключим значение чтобы мы их видели копируем ставим так все здесь мы сохраняем теперь в лазере давайте вытащим из наша функция называется damage так здесь apply damage это не то нам нужен просто damage вот он kill function у нас вот такая появляется штука на true мы ставим если это персонаж мы выполняем дамаг да галочка ставим дамаг и давайте поставим 30 хп и далее мы будем вызывать как раз таки наше внешнее появление дамага давайте сделаем это через timeline переключаем timeline на play from start заходим в функцию на shift ставим две точки то есть нажимаем shift и тыкаем от самом столе так скажем рабочим первое у нас значение будет единица ноль подождите первое значение единица value ноль второе значение будет давайте пусть ноль целых семь значение ноль так что произошло почему-то первое удалилось time ноль значение единица извиняюсь сам запутался и общую длину мы составим 0.7 то есть потому что у нас крайняя точка 0.7 выделяем обе на клавишу shift нажимаем правой клавишей auto чтобы немножко сгладить все timeline мы можем закрыть и теперь у нас new track появился но для того чтобы вызвать наш как раз таки параметр из-за того что он у нас везде доступен вызываем set scler параметр value далее мы выбираем нашу коллекцию коллекция называется так material параметр как мы ее назвали и у нас параметр имени damage как раз таки значение мы поставим ее сюда все вот это вот единственная нода которая будет как раз таки изменять наш видимость давайте попробуем проверим видите да слева у нас так секундочку запустим смотрите из-за того что у нас капсула чуть-чуть впереди вот слева у нас 10 хп уже 0 хп и соответственно ну из-за того что мы не сделали проверку на то что у нас 0 хп он всегда будет появляться но если вам необходимо допустим при значении у персонажа да там я не знаю так показать что если у вас хп меньше допустим 20 процентов допустим сразу поставим 20 процентов или нет 50 сделаем то есть если у вас меньше 20 процентов давайте поставим на eventseq eventseq так он у нас вот здесь как раз таки у нас секенс есть для того чтобы и это выполнял и вот то что нам необходимо пп если мы у нас меньше допустим 20 делаем branch и также вызывает ну можно в принципе даже прямо скопировать color параметр если да true мы вызываем допустим наш параметр какое-то определенное значение да то есть у нас с нуля до единицы единица это максимальное изображение нашей накладываемой текстуры если у вас допустим 20% там вы хотите 0.2 наложить пожалуйста делаем из-за того что у нас сейчас хп 50 я сейчас пройду сквозь лазер у нас останется где-то 20 а я да извиняюсь сейчас нам нужно чуть меньше сделать 45 давайте сделаем чтобы было реально меньше 20 то есть я сейчас пройду и у нас будет постоянно 0.2 так как я прошел по сути у персонажа там несколько деталей и он проверяется 3 раза вот так немножко поморгало видите то есть я не вхожу в лазер а у меня уже экран с наложенным так скажем повреждением то есть вы можете настраивать давайте просто скопируем и на какую-нибудь буковку поставим другое значение давайте эта буква n будет если мы ее нажмем в данном случае мы ее не будем у нас 0.5 вот у нас параметр является 0.2 я букву n нажимаю она моргает и выключается потому что у нас на тике стоит так из-за того что у нас на тике она всегда будет переключаться на 0.2 если мы допустим так же не добавим там branch на проверку переменной давайте быстренько создадим эту переменную у нас булиновская переменная без названия set запись это чисто так для интереса так если true мы не выполняем так да если pause мы выполняем если true не выполняем то есть мы пройдем у нас 0.2 буковку n нажимаю 0.5 и теперь получается что наш тик не работает и он всегда уходит на true из-за этого соответственно не ставится вот это значение в общем если что-то показалось интересным ставим лайк если нет просто напишите комментарий а на этом все всем спасибо пока до скорой встречи